Македонский 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 Чтобы сделать один узел, надо будет сделать 8 движений, 8 операций. Приблизительно за одну минуту можно сделать больше 40 штук таких узелочков. Конечно, эта работа трудоемкая, и используем все натуральные красители. Так же, как и 500 лет назад, ярко-красный цвет нитям дает вытяжка из корней травянистого растения марена. Она растет прямо во дворе красильного цеха. Черный – отвар кожуры грецкого ореха. Коричневый – отвар гранатовой корки. Синий – порошок листьев индигоферы, которую привозят из Индии. На один ковер красится столько ниток, сколько бы хватило, потому что никогда невозможно получить два одинаковых цветов. Из-за этого каждый ручной ковер считается уникальным не из-за того, что можно повторить рисунок или нельзя повторить рисунок, а невозможно повторить тот цвет, который уже в первый раз покрасили. Эта технология существует уже не менее 26 веков, и появилась она в Центральной Азии, то есть приблизительно в этих местах. Когда Великий Шелковый Путь превратился в международную сеть, от Тихого океана до Средиземного моря, ровно посередине оказался Сокт. Вдоль торговых путей возникали караван-сарай, и росли города, шумели пестрые базары. Играем свадьбы, строим дома, все благодаря нашему трудолюбию. Главным транзитным городом Шелкового Пути стал Самарканд, ровесник Рима, стоящий на холме Афросиаб. Когда сеть караванных путей протянулась от Тихого океана до Средиземного моря, ровно посередине оказался Сокт. Сотни лет главными посредниками и хранителями Шелкового Пути были сагдийские купцы, а сагдийский язык – языком международной торговли и дипломатии всего Востока. Знаете, попасть сюда было очень трудно. Как только попадаешь сюда, чувствуешь себя как в раю. Всего нас 17 человек, большинство австралийцы, пара американцев, пара канадцев. Наш маршрут проходит через исторические города Великого Шелкового Пути – Самарканд, Бухару, Хиллу. Столица Сокда – Самарканд, или как его тогда называли Мараканда, был красивейшим городом Азии. Дворцы, сады, аккуратные жилые кварталы, чистые улицы, множество водоемов. Вода подавалась через свинцовый водопровод Арзис, один из древнейших в мире. И в центре дворец сагдийского царя Ишхида – грандиозное сооружение на площади в один гектар с высотой потолков в пять метров и великолепной настенной росписью. По синему небу важно шагают верблюды и белые птицы, и теплый ветер раздувает за плечами молодой царицы нежный шелковый шарф. Можно сказать, что история Самарканды, которому 2750 лет, начинается с этого места. Самарканд имеет 24-метровый культурный слой. Мы находим много посуды с эпиграфическими надписями. Здесь можно увидеть надписи, желающие благополучия и удачи. То есть это говорит о том, что люди после еды желали благополучия, мира и здоровья. Мы здесь выросли. Часто играли около Афросиаба. Здесь были найдены останки исторических предметов, и это повлияло на выбор моей профессии. Узоры, формы, кроме того, состав плины – все выполнено в Афросиабском стиле. Подлинно он по зелени своей словно небо. Дворцы его словно звезды на небесах. А река его – зеркало для просторов. А стена его – солнце для горизонтов. Так описывал Самарканд в 712 году арабский воин из войска Кутейба ибн-Муслима. И больше никто не видел Самарканд таким. Арабское войско разграбило и сожгло столицу Сабдианы. Вся страна была завоевана и включена в арабский халифат. Всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба всех, кто знал древнюю письменность, кто хранил их предания, всех ученых, что были среди них. Так что покрылось все это мраком. Спустя 200 лет после трагедии в 10 веке с горечью напишет знаменитый уроженец этой земли и ученый Абурый хан Мухаммед ибн-Ахмед Аль-Беруни. Его произведения, великолепно оформленные средневековыми переписчиками, ныне бережно хранятся в рукописном фонде Института Востоковедения Академии наук Республики Узбекистан. В нем сосредоточено 26 тысяч томов рукописных сочинений на арабском, персидском, таджикском, староузбекском языках. И только рукописи на сагдийском языке здесь найти невозможно. Вот уже больше тысячи лет сагдийский язык мертв и забыт. Аль-Беруни, как и другие его знаменитые соотечественники, писал на арабском. Вот рукопись крупного энциклопедиста, ученого Абурайхана Беруни. Труд его Тафсир. Труд крупного медика, известного ученого Ибн Сины, канон врачебной науки. На арабском языке, чрезвычайно красивым почерком исполнен, переписан этот труд 11 веков назад. Едва появившись, канон врачебной науки сразу же был переведен на латынь. И как только в Европе появилась книга печатания, был напечатан сразу после Библии. Его автор, уроженец Бухары Абу Али Хусейн ибн Абдалах ибн Сина, в Европе был известен как Авиценна. Философ, математик, астроном, химик, механик, психолог и непревзойденный врач, далеко опередивший свое время. Каноном Авиценны пользовались врачи по всему миру, вплоть до 18 века. Все 2600 описанных в его каноне лекарственных средств используются до сих пор. Аль-Беруни, Ибн Сину, Аль-Хорезми, которые изучают медицину, астрономию, физику, математику. Эти ценные книги, конечно, сохранены благодаря самаркандской бумаге. В середине 8 века после войны арабов с китайцами в Самарканд пригнали китайских пленных. Среди них оказались мастера бумажного дела. И они передали секрет знаменитой на весь мир китайской бумаги самаркандским ремесленникам. Ее делают из сухих веток тутового дерева, которые срезаются обязательно зимой. Перед изготовлением бумаги ветки замачиваются в воде в течение четырех дней. Это вот так снимаем. Вот. Она в внутренний час чистая, снаружи имеет коричневую поверхность. Это уже очищается с помощью ножа. Потом кору варят в течение четырех-пяти часов. Она становится мягкой, и волокна легко отделяются друг от друга. Разваренную кору толкут 8-10 часов, пока она не превратится в кашицу. Потом размешивают в воде. Воду процеживают особой сеткой и формой, и мелкие волокна, переклетаясь между собой, образуют слой тонкой, но прочной бумаги. Толщину слоя, от которой зависит сорт бумаги, опытный мастер определяет на глаз. Затем бумагу отправляют под пресс, чтобы стекла вода, и еще около суток сушат на гладкой поверхности. Вот, теперь уже остался очень важный и последний процесс – это полировка бумаги. Для полировки пользуемся агатом, потому что она очень гладкая. Можно полировать. Эту блестящую и гладкую бумагу называли шелковой и еще султанской из-за высокой цены. Самаркандскую бумагу узнавали по цвету, по гладкости, по блеску. Но еще и по звучанию. Вот, только самаркандская бумага так имела звучание. Современная наша бумага, сейчас которую называем ксериксная, приблизительно сохранность 100 лет. Это чисто экологический и натуральный цвет бумаги, сохранность 2000 лет. Самаркандская бумага за века не теряет плотность, блеск и даже почти не меняет цвет. Но сейчас мы имеем некоторые книги, которые нужно реставрировать. И нужна опять же самаркандская бумага, чтобы продолжить жизнь этой книги еще на тысячи лет. Когда-то сагдийские садовники славились умением пересаживать взрослые деревья так, чтобы они прекрасно росли даже на каменистой земле. Со всего мира купцы привозили для садов сок, да семена и даже саженцы чужеземных растений. Спустя полторы тысячи лет это древнее искусство возродили садовники мира Тимура. Каждый раз, возвращаясь из похода, Тимур хотел видеть новый сад, в котором никогда не вянут цветы и всегда плодоносят деревья. Была разработана особая садово-парковая схема, которая существует и сейчас. Цветы высаживаются так, чтобы цвести непрерывно, сменяя друг друга. Сад опоясывает ручей арык. Узкие дорожки, выложенные цветной плиткой, обязательно выводят к прямоугольным водоемам. А деревья, в основном фруктовые, располагаются так, чтобы их кроны давали густую тень, но не заслоняли живописный вид на окрестности. Прохладная, сладкая, хрустальная жизнь бежит по кровеносным сосудам арыков. Три тысячи лет существует здесь эта оросительная система, основа которой чашма, колодцы и арыки, канавы. По легенде, первый колодец здесь выкопал никто иной, как Сим, сын Ноя, вскоре после того, как схлынули воды потопа. Говорят, Сим долго блуждал в здешних песках. И однажды ночью ему приснился сон. Огромный город-корабль плывет по пустыне. Это было счастливое предзнаменование. И Сим выкопал на этом месте колодец. Вода оказалась сладкой, на вкус и очень холодной. Все проходящие мимо караваны останавливались здесь. И каждый человек, отведавший воды из Симова колодца, в восторге восклицал «Хей-Вак». Вокруг колодца возникло селение, потом город, который к X веку до нашей эры был уже в числе 30 самых крупных городов Востока, известный под именем Хей-Вак или Хива. Частицы вечности здесь рассыпаны везде. Из той же самой глины, из которой делали кирпич для стены дворцов, современные мастера создают свою знаменитую керамику. В республике Узбекистана очень много керамических школ. Самая распространенная из них, это считается Риштанская школа, Самаркандская школа, Хорезмская. И очень интересная школа – это Гиждуван, Бухарская область. Глина, каждая тарелка, она по-своему звенит. Гиждуван – Бухарская область, Хорезм, Хива, Самарканд, Риштан – Ферганская область. Говорят, любая еда становится в ней вкуснее, и вода даже в 40-градусную жару остается прохладной и свежей. Синяя – это значит небо, зеленая – это природа, коричневая – это земля. Белая – это, ну, вся вот эта, скажем, наша земля, планета, белая, на белом фоне. Дизайн называется мехроп, или же в переводе круг жизни – кольцо жизни. Смысл таков, в посредине ставится точка, это значит, человек рождается, его детство, он растет, он учится, работает, он женится, его дети, внуки, правнуки, круг, он умирает. Когда он умирает, вся жизнь не умирает. Жизнь дальше продолжает, свои наследники живут и дальше продолжают жить. Век за веком после нашествий и войн первой восстанавливали оросительную систему. Век за веком сеть арыков отвоевывала землю песков и солончаков. Пение ручьев возвращало надежду, и жизнь начиналась заново, причудливо отраженная в живом зеркале воды. Говорят, что когда-то старый правитель Маргеллана влюбился в деревенскую девушку и захотел взять ее в свой гарем. Но жених девушки, простой ткач, умолял не разрушать их счастье. Правитель поставил условие – к утру ткач должен создать нечто такое, что заставит правителя забыть о красоте его невесты. В отчаянии ткач сидел на берегу арыка и вдруг увидел в воде отражение облаков, окрашенных во все цвета радуги. Он проработал за ткацким станком всю ночь и к утру создал необычайную ткань, невесомую, как облако, прохладную, как горный воздух и переливающуюся всеми цветами радуги. Знаете, мастера говорят, не доставит ли хлопот сотканную мною тканью, то есть имея в виду, будет ли она легкая, почти незаметная, чтобы не обременять человека, который носит одежду из шелка, даже если это чепан. «Как ты это сделал?» – спросил у ткача потрясенный правитель. «Я взял зелень листвы, омытой дождем, добавил цвет лепестков тюльпана, румянец зари, синь ночного неба, блики солнца на быстро утекающей воде арыка, сияние глаз моей любимой». Знаете, когда мастера много веков назад работали над изготовлением этой ткани, они думали, как же еще больше украсить женщину. Когда женщина надевает платье из шои, она как бы светится. Для чего? Для того, чтобы их мужья влюблялись в них еще больше. Правитель отпустил влюбленных с миром, а необыкновенную ткань назвали ханатлас – царский шелк. Сейчас этот вид ткани известен во всем мире как икат, и это только один из множества видов узбекского натурального шелка. У нас гусениц кормят рано утром, когда листья пропитаны росой. Поэтому в наших шелковых тканях человеку хорошо и прохладно. Сладость утренней росы, упоение радужных брызг, шелковая вуаль водяной пыли. Первый фонтан здесь появился в конце 19 века во дворце князя Романова. И эта западная традиция так быстро и прочно прижилась в древнем восточном городе, что сегодня Ташкент без фонтанов представить себе невозможно. Прежде на востоке фонтанов не знали. Для свежести и прохлады в городах, кроме арыков, были особые прямоугольные водоемы, хаузы. Вокруг, на открытых террасах, айванах, люди отдыхали, обменивались новостями, заключали сделки, слушали бродячих музыкантов. Здесь располагались лучшие чайханы и харчевны. И ароматы вкуснейшей в мире еды стелились над водой, щекотали ноздри. В огромных казанах искуснейшие повара готовили знаменитый плов. Самое древнее упоминание этого блюда в биографии Александра Македонского. Он первым из европейцев попробовал плов в 327 году в Самарканде. Македонский пришел сюда как завоеватель, но влюбился в юную княжну Раушанак. И война окончилась. Свадьбу устроили по сальгийскому обычаю. В этот же день по приказу Македонского 10 тысяч его воинов женились на местных девушках. И вот на этой грандиозной свадьбе главным блюдом был плов. Есть легенда о том, что плов изобрел в 10 веке великий врачеватель Ибн Сина. Как особое блюдо для дальних воинских походов, которое невелико по объему, но калорийно. Готовится из долго хранящихся продуктов и сохраняет воду в организме. Сохранился рецепт плова, который, по легенде, принадлежит самому Эмиру Тимуру. Надо взять большой чугунный котел. Он должен быть таким старым, чтобы жир от прежней пищи сочился снаружи и загорался от сполохов, падающего на него огня. В этот котел надо положить мясо не старых, но и не очень молодых парашков, отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно мечу. Лук должен быть красным. Когда он краснеет, потом уже мясо будем бросать. Это горох. Тоже как одна специя. Все это надо варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха. А повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушание. Здесь нет места шуму и суете. Здесь нет места времени. Это улица между небом и землей. Шахизинда. Тысячу лет одно за другим здесь вырастали здания. Мавзолеи, мечети, ханаки, приюты для странников, медресе, богословские школы. Первым построили мавзолей для Кусама и Банабаса, с подвижника пророка Мухаммада, одного из первых проповедников ислама. По легенде, во время одной из битв с неверными, все, кто искал спасения в Самаркандской мечети, были убиты. И только для Кусамы в молитвенной ниши Мехраби открылась дверь в небо. Он ушел, живой и невредимый, и вернется на землю в конце времен. Поэтому он и называется Шахизинда, в переводе с персидского «живой царь». Название гораздо древнее самого героя. Живым царем еще в доисламские времена называли мифического царя Согда Афросиаба. Он был чародеем, и у него было все, что нужно человеку, кроме бессмертия. Но Афросиаб задумал обмануть смерть. Глубоко под землей он выстроил дворец, замуровал все выходы и входы, чтобы смерть не проникла к нему. А на сводах дворца развесил золотые звезды, луну и солнце, чтобы вечно любоваться своим собственным небом. Так и живет он до сих пор. А на земле над его сказочным дворцом стоит мавзолей Шахизинда, и небеса, созданные руками мастеров синевой, соперничают с небесами настоящими. Наверное, нет другого места в мире, где было бы такое богатство изразцовых узоров, такое разнообразие керамической плитки, Тайна изразцовой мозаики вот уже тысячу лет передается из поколения в поколение. Искусство мозаики досталось нам, братьям-племянникам, от предков наследства. И все мы работаем в этом направлении, занимаемся отделкой мечетей и медресе. Мозаика – это искусство, когда сверху глины рисуют узоры, режут, сушат, обжигают. После обжига получается это. Мы придаем цвет и опять ставим в печь. Поэтому получаются такие детали. Когда это все собирается, заливаем с изнаночной стороны алебастром, и получаются вот такие узоры. Синий цвет нам дает оксид кобальта, а желтый – оксид железа, зеленый – оксид медиа. Это все натуральные цвета. Для блеска в глазурь еще добавляют пепел степных трав, заранее собранных и высушенных. Точно так же делали мастера во времена эмира Тимура, который вознамерился всю небесную лазурь опрокинуть на самаркандскую глину. В своей столице Тимур возводил великолепные дворцы и храмы. В 1399 году он повелел заложить мечеть невиданной красоты. Но почти сразу после смерти эмира Тимура соборная мечеть стала разрушаться. Художественный замысел далеко опередил тогдашние пределы строительной техники. В 1911 году русский путешественник, изобретатель и фотохудожник Сергей Прокудин-Горский писал, «Бибиханым – это одно из грустнейших явлений самарканда. Нужно удивляться, как не охраняют проход внутри мечети. Там опасно ходить». В конце прошлого столетия состояние этого объекта было аварийное. И требовались большие проведения больших и научно-исследовательских работ, и реставрационных работ. Главный входной портал практически наполовину был разрушенный. Были проведены большие работы по восстановлению купола, отделочные работы. И сейчас перед нами стоит задача по восстановлению красивейшей художественной росписи, которая имелась в главной мечети «Бибиханым». Царства со временем разрушаются, и даже религии рассеиваются, как туман. И только ученые труды остаются на вечные времена. Так на закате жизни сказал человек, которому довелось стать свидетелем из завоевательных походов Тимура и его строительных экспериментов. Единственный в мировой истории царь-звездочет Тарагай Ибн-Шахрух Ибн-Тимур Гураган, известный всему миру под своим детским прозвищем Улубек. Именно ему, любимому внуку Тимура, пришлось после смерти деда достраивать и мечеть Бибиханым, и мавзолей Гуры-Мир, семейную усыпальницу Тимуридов. И он же положил начало великолепному ансамблю площади Редистан. Мы видели фотографии ансамбля Редистан. Ну, скажем, в аварийном состоянии объекты были. Северо-западный минарет Медреса Улубека стал отклоняться. И в 1920 году он отклонился почти что на 2 метра от Остова. Стали проводить работы по изучению технического состояния этого минарета. Во дворе Медреса Улубека вырыли огромную яму и придерживали ее. Значит, тростами, придерживали вот этими цепями металлическими, придерживали минарет почти что 12 лет. И только когда определились, что вот будут его поднимать на домкраты, и повернув вокруг оси, восстановят. Вот такая вот уникальная работа была проведена. Готовились к ней 3 года. И после подготовительных работ уже буквально за несколько часов они минарет повернули вокруг оси и установили на месте. Это в мировой практике было сделано впервые. Мирзоулубек правил страной 4 десятилетия. И за это время не начал ни одной войны. Зато провел экономические реформы и сделал Самарканд научной столицей Востока, собрав в городе лучших ученых, построив крупнейшую астрономическую обсерваторию. Основой обсерватории был гигантский угломер, вертикальный круг, радиус которого составлял больше 40 метров, а длина дуги 63 метра. Главный инструмент, сикстант, был ориентирован по линии меридиана с невероятной для того времени точностью. За несколько лет работы Улубека и его коллег-астрономов был создан астрономический каталог Зиджи Гураган. Каталог содержит координаты 1018 звезд и расчет длины звездного года с ничтожной погрешностью в 59 секунд. Современные проверочные определения подтвердили поразительную точность расчетов Улубека, сделанных более 500 лет назад, без помощи каких бы то ни было оптических приборов. Мы сейчас с вами находимся в мадресе Улубека. Оно было построено в 1420 году, по историческим сведениям уже действовало. Это высшее учебное заведение мусульман. Здесь преподавал сам Мирзо Улубек. Улубек стал просвещенным монархом за 400 лет, до того, как в Европе появилось само это понятие. Созданная им мадресе, высшая духовная школа, по сути была университетом, первым в истории Средней Азии. Там читали лекции не только выдающиеся богословы, но и астрономы, математики, историки. Как вы видите, вот эти вот мадресе состоят из Худжи. Вот здесь же проживали студенты. В угловых помещениях располагались классные комнаты. Условия были созданы, и они здесь хорошо учались. Здесь в разное время учились и философ Джами, и поэт Наваи, и многие знаменитые ученые. Возможно, Улубек был первым правителем в мировой истории, который понял, что главное сокровище – не дворцы, не войско и не казна, а люди. И будущее славы и процветания страны зависит от молодых. Я вижу свое будущее здесь, в Избекистане. Потому что я вижу, насколько здесь поддерживают молодых, сколько дают нам возможностей. Этот робот-малыш был признан самым технологичным роботом на конкурсе в январе этого года в Москве. Мое оборудование позволяет определять необходимую массу того или иного материала, используемого в производстве. Масса нахсаб ласей, и... Масса нахсаб ласей, и... В то время, как в Самарканде царь-звездочет Улубек исчислял пути движения звезд по небу, в Бухаре Дервиш Бахуудин по прозванию Накшбанд – чеканщик, пытался заглянуть дальше неба и найти путь к Всевышнему. Практически никогда не выходя из своей скромной кельи, он станет основателем духовного братства Накшбандиев, которое до сих пор является самым крупным и влиятельным суфийским братством в мире. После смерти Накшбанди будет признан святым. Многие суфии в обычной жизни ничем не напоминали прославленных мудрецов-богословов. Уроженец Бухары Хаджана Средин, герой сотен притч, анекдотов и сказок, известен всему миру как остроумный бродяга, отъявленный хитрец, плутывальнодумец, а на самом деле он был суфием. В Узбекистане его уважительно зовут Афанди, то есть господин учитель. Однажды на Средина Афанди спросили, правда ли, что ты великий мудрец и постоянно пребываешь в вечности? Иногда аккуратно поправил Афанди. И это вовсе не было шуткой. Суфии уверены, что для человека возможно непосредственное общение с Богом. Разные суфийские школы проповедуют разные пути к этому, через мистический экстаз или внутреннее озарение, но все суфии уверены, это возможно только для человека, идущего к Богу с любовью в сердце. Я не была здесь лет семьсот, но ничего не изменилось. Все так же льется Божья милость с непререкаемых высот. Эти стихи написала Анна Ахматова. В ноябре 1941 года она приехала в Ташкент в эвакуацию, и это спасло ее от смерти. Тогда Узбекистан принял полтора миллиона человек из прифронтовых областей, и в том числе 300 тысяч детей. Тех, кто потерял на войне родителей, а их было большинство, комиссия по эвакуации предполагала разместить в интернатах и детских домах, но не успела. Всех сирот, от младенцев до подростков, русских, евреев, украинцев, белорусов, разобрали по семьям. Узбекские родители, в основном и так уже многодетные, придерживались древнего мудрого правила. Где сыты пятеро, там хватит хлеба и шестому. Она утверждала, что никто не посмеет ей сказать, что она здесь на чужбине. Она вошла в наш мир как-то очень органично. Мангалыч и дворик, как дым твой горик, и как твой тополь высок. Шахеризада идет из сада, так вот ты какой восток. Анна Андреевна писала, что настоящую теплоту человеческих душ, тепло восточного солнца, она узнала именно здесь у нас. И ее отогрело действительно удивительное внимание, которым ее окружили ташкентцы. Один из примеров теплоты Тани Андреевни, проявления заботы, Хамид Алимджан, возглавлявший союз писателей, написал своей жене на календаре Зюльфие «Не забудь отнести лепешки Ани Ахматовой». Говорят, один индийский правитель захотел каждый день есть знаменитый и неповторимый самаркандский хлеб. К нему доставили хлебопеков из Самарканда. Построили точно такие, как нужно, печи тандыры. Хлебопеки воспроизвели древний рецепт. Тесто месяца вручную, в течение 15-20 минут, крутую, потом 3 часа на отстойку, потом обминают его, потом повторную ферментацию ставят где-то полтора часа. Но вкус испеченных в Индии лепешек оказался не тот. Ну, хотя все говорят, что мы можем где-то сделать лепешки, ну, все можно, но такого не получится. По приказу правителя привезли из Самарканда муку, потом воду, потом дрова для тандыра. Это плодородные деревья и ветки, фруктовых деревьев, которые при сгорании, они дают свои специфические запахи, ароматные. Это впитывается в хлеб, и особый аромат даст. Этим секрет тоже есть. Но, несмотря на все усилия, вкус и аромат настоящего самаркандского хлеба, лучшего в мире, воспроизвести так и не удалось. Правитель был в ярости. Чего еще не хватает? Хлебопеки разводили руками. Нужен воздух Самарканда. Нужно белое солнце Узбекистана, его ласковый ветер, его прозрачное небо, песня воды в его орыках, шорох черных кос его девушек, блеск росы на листьях его садов. Тысячи лет здесь менялись правители. Разрушались и вновь строились города. Но эта земля оставалась прежней. Гладкой, как тело. Горячей, как сердце. Щедрой, как может быть, только родная земля. Говорят, когда Всевышний распределял земли между народами сотворенного им мира, Узбек и в те времена был таким же добродушным и необыкновенно приветливым, как сейчас. В толпе собравшихся он отвешивал поклоны, дружелюбно улыбался, и, уступая свою очередь, то и дело говорил, «Прошу, прошу, Мархамат, проходите, пожалуйста». Итак, Узбек остался последним в очереди. Господь сказал ему, «Эй, дитя мое, Узбек, ты оказался поистине щедрым душой, но земля у меня кончилась. Придется дать тебе кусочек рая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова